В самом начале своего доклада хотел бы сказать о бедственной ситуации на Украине. Страдания, оказавшихся в зоне военных действий архипастерей, клириков всего православного народа, отзываются болью в наших сердцах. Я пару дней назад имел возможность встретиться с преосвященными, которые несут свое служение в этом регионе. Я получил из первых уст информацию, за что я благодарю, Владыка. И надеюсь, что нам нужно поддерживать, может быть, более интенсивную связь с тем, чтобы проблемы, которые возникают, и решению которых мог бы поспособствовать патриарх, обозначались в оперативном порядке, чтобы эти проблемы не приводили к тем трудностям, которые сейчас, к сожалению, действительно очень мешают церковной жизни в этом регионе. К сожалению, братоубийственная война, развязанная на этих территориях, продолжается до ныне. Вместе со всем мирным населением Донбасса, от происходящей там гуманитарной катастрофы и вооруженного конфликта, страдает верующая нашей Церковь. Приходы и обители, которые составляют большинство из числа религиозных общин в регионе. Только на территории Донецкой и Горловской епархии пострадало от обстрела более 60 храмов, из которых более полутора десятков полностью разрушены. Известны случаи, когда снаряды попадали в храмы во время богослужения, убивали и ранили прихожан. В результате артобстрелов и боевых действий пострадали и священнослужители. Протерей Павел Жученко, протерей Владимир Креслянский и рей Георгий Никишев. Помимо бедствий, от которых страдает все мирное население зоны конфликта, наши клирики претерпевали и заключение иного, злоключение иного рода. Они неоднократно подвергались противоправным задержаниям со стороны националистических группировок, побоям и допросам с применением насилия. Мне известно о поступивших угрозах, а в некоторых случаях и о заочных смертных приговорах по меньшей мере десяти клирикам Украинской Православной Церкви. В тех регионах, где наиболее активны националистические группировки, происходили случаи вандализма, поджогов храмов, распространялись листовки и плакаты, разжигающие межконфессиональную и межнациональную роль. Стремясь положить предел к кровопролитию, Русская Православная Церковь неустанно призывала враждующие стороны к мирному диалогу. Однако чай именин мир не может быть устойчивым, я всегда это подчеркиваю, если не будут устранены основные причины, которые и привели сегодня к этому конфликту. Речь идет о языковой дискриминации, а также о возможной дискриминации по национальному и религиозному принципам. Мы используем все возможности, чтобы донести до сведения мировой общественности реальную картину происходящего на Украине и привлечь внимание к бедственному положению ее народа. В августе прошлого года я направил письма главам Поместных Православных Церквей по данному вопросу, в которых рассказал о случаях притеснения православного духовенства и верующих в зоне вооруженного конфликта и на остальной территории Украины. Означенные письма вызвали живую отклику предстоятелей Поместных Церквей, многие из них выразили нам свою поддержку и сочувствие. Мною были направлены и соответствующие письма в ряд международных организаций, считая необходимым посредством проповедей, публичных выступлений, а также в ходе работы с различными религиозными, политическими, общественными организациями доносить позицию Русской Православной Церкви в отношении событий на Украине до самого широкого круга людей. К сожалению, сложной политической обстановкой пытаются воспользоваться раскольнические организации, прежде всего представители так называемого филаретовского раскола. Только за минувший год раскольники силовым путем незаконно захватили не менее 18 храмов в Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Львовской и других областях. Следует отметить, что неудачных попыток захвата храма было намного больше, что свидетельствует не только о настойчивости раскольников, но в большей степени о мужестве и твердости в вере православных верующих людей. Говоря о церковной ситуации на Украине, я хотел бы поблагодарить блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Считаю, что мудрая, взвешенная позиция его блаженства помогает сохранить каноническое единство Церкви на Украине. Несмотря на сложные политические условия, деструктивную деятельность раскольников и внешнее давление. Долг Церкви в настоящее время не давать политическую оценку какой-либо из сторон вооруженного противостояния, но указывать на необходимость продолжения переговорного процесса, призывать враждующих к миру, обращая внимание на катастрофическое положение мирного населения в зоне конфликта. Как только начнем давать политические оценки, говорить, кто прав, кто виноват, мы сразу становимся частью конфликта. Церковь должна сделать все для того, чтобы не становиться частью конфликта, потому что наша паста и на одной стороне, и на другой стороне. Страдают и с одной стороны, и с другой стороны люди. Хочу особо отметить мужество, стойкость архипастовей и пастырей, несущих свое служение на территории боевых действий. Те, кто остался вместе со своей пастой, и, невзирая на риск для собственной жизни, несет вместе с ней все тяготы и лишения войны. Украинская Православная Церковь оказывает гуманитарную помощь мирному населению в зоне вооруженного противостояния. Не остаются в стороне от этого епархии в Российской Федерации. В частности, был организован сбор денежных средств и гуманитарной помощи для беженцев, число которых, по некоторым данным, еще минувшим летом превысило миллион. Епархии принимали активное участие в приеме размещения прибывающих из зоны конфликта, оказывали другую возможную поддержку. По моему благословению, для координации таковой работы была создана межведомственная комиссия Русской Православной Церкви для помощи пострадавшим мирным жителям Украины. Этот орган до сих пор продолжает эффективно действовать. Призываю Божие благословения на всех, кто активно трудится на этом поприще. И, невзирая на усложняющуюся ситуацию в последние дни в этом регионе, считаю, что мы должны продолжать оказывать гуманитарную помощь, в том числе и страждущему населению Юго-Востока Украины. Воздавая должное почившему, уваженнейшему митрополиту Киевскому и всей Украины Владимира, я призываю всех вас, дорогие собратья-архипастыри, всегда помнить о его многолетних неустанных трудах по сохранению единства Украинской Православной Церкви, о его усилиях по ограждению от волков, пытающихся расхитить стадо Господня, о его стоянии в евангельской истине, пред лицом раскола, раздирающего нишвенных хитон Христов. Пропоем почившему архиерею Божию и предстоятелю Украинской Православной Церкви, а также убиенным собратьям нашим в результате гражданского противостояния, пастырям вечную память. Вечная память Вечная память Вечная память Вечная память Вечная память Вечная память